Каждое утро Наталья Прокофьева так не спеша идет на работу. Для нее библиотека уже как второй дом, тем более, что много сил этой женщины было вложено, чтобы сохранить и пополнить фонд. Больше 30 лет работы Наталья Николаевна отдала библиотечному делу. Работа библиотекаря – это желание порадовать других, желание любую книжку читать, чтобы мог найти в библиотеке. И в то же время любая книга находит своего читателя. Я когда покупаю что-то вот такое занимательное, я знаю, что придет ребенок, порадуется. Они забавно возвращаются из опуска. Неделю, две, месяц потом прибегают. Ой, а что у вас еще новенького? Ой, у вас еще интереснее стало. С мужем военным Наталья Прокофьева долгое время путешествовала по стране. Трудилась там, где была возможность. Себя она называет специалистом широкого профиля. С образованием филолога трудилась и дворником, и уборщицей, и портнихой, и ротной прачкой. Но выполняя довольно прозаичную работу, в свободное время она посвящала поэзии. Как отмечает сама Наталья Николаевна, ее творчество началось отнюдь не банально. На выпускном сочинении у меня не было эпиграфа к сочинению на тему Олега Кашевоихи. Ну, там сочинились такие строчки. Банальные, верный сын советского народа, бился ты за счастье и свободу, был ты верен клятве до конца, образ твой вписали мы в сердца, такое пафосное, ну, простенькое. Наталья Николаевна никогда не писала в стол. Свои стихи она читала самым разным людям. Вместе с ЛИТ-объединением выступала даже в колониях детских, подростковых и взрослых. Даже были времена, когда вот у памятника Маяковска в Москве выступали поэты. Мы тоже пытались выступать. Я жила в то время в городе Фрунзе. Наши ЛИТ-объединенцы на Центральной площади, нас даже забрали в милицию и по телефону милиционер, начальнику сообщал, тут какого-то Евтушенку читают. Свой первый сборник она назвала «Судьбы черновик». Стихи здесь опубликованы без редактуры и исправлений. Они как жизнь, которая дается один раз и которую не перепишешь. Так говорит о книге сама поэтесса. С возрастом Наталья Николаевна стала дорабатывать свои стихи. Некоторые из них не раз становились пророческими. Среди ее произведений много гражданской лирики, а также поучительных стихов. Во многом поэтому в 2014-м ее признали лучшим литератором года. Сейчас ее произведение Не просто читают, а даже сочиняют на них музыку. Так когда-то появился гимн полка авиации. Я просто попала в музей в нужный момент. Командир провел такую небольшую экскурсию и попросил написать гимн. Но обычно не пишут люди по заказу. Ну а здесь вдохновилась, потому что действительно боевой полк. Он формировался под Ленинградом и участвовал в этих сражениях. Ну и потихонечку так что-то появилось. Исполняли, исполняют на мероприятиях. Люди причем встают. Это, конечно, сердечко в это время, конечно, бьется учащенно. Нам небо охранять доверила страна. Как деды и отцы мы говорим решительно. Судьба у нас одна и Родина одна. Наталья Николаевна не только пишет стихи. Еще одно ее хобби – фотография. С пленочным и простым цифровым фотоаппаратом она создает оригинальные работы. Главное, по мнению автора, заинтересовать сюжетом. Это как в сериалах говорит поэтесса. Кстати, известные всем Санта-Барбаре у нее тоже посвящены строки. Не обижайтесь, друзья, если мы не готовим вам ужин. Не огорчайтесь, друзья, если в комнатах выключен свет. Это заморская жизнь, лезет в души и головы кружит. Это киношная трудная жизнь и прекраснее трудностей нет. Ей уже за 70, но Наталья Николаевна продолжает жить творческой жизнью. Хочет сделать фотовыставку, издать сборник стихов и отправиться в Париж.